Давай разберём, что такое низкая гликемическая нагрузка, чем она отличается от простого ограничения потребления углеводов. У каждого человека есть своя собственная индивидуальная реакция на определённые продукты в части повышения глюкозы. Вот эта аппаратная составляющая. Что именно подразумевается под носимым глюкометром? Для людей, которые сбрасывают вес, я считаю, она просто обязательная. Я увидел эффект, который раньше приписывался только диабетикам, эффект утренней зари. Торт потом, значит, нагрузка. А если мы обратную ситуацию посмотрим? 400 калорий — это 13 тысяч шагов на секунду. 400 калорий — это 120 грамм торта. 13 тысяч шагов готовы? Я — нет. Если есть потребность чего-нибудь сладенького, запивайте зелёным чаем. Как много можно принимать добавок за один раз? Нужно ли их дробить на приёмы? Тут нужно вот к этому как-то правильно психологически относиться. Все витамины и минералы работают только в случае, если они были в дефиците. Если витамин и минералы не работают, значит, дефицита не было. Мы просто живём в дефиците клетчатки. Мы не едим её. По каким косвенным признакам можно понять, что тебе чего-то не хватает? Жирорастворение витамины А и Е — это сухость кожи. Это вот когда шелушалки всякие. Три самых важных чекапа, три самых таких вот ходовых анализа, которые 100% подойдут. Каждый человек должен знать. Три. Три. Гликированный гемоглобин. А сейчас я захитрю. Общий анализ крови. С лейкоцитарной формулой и сои. Ну да, нет, нормально, нормально. Посчитаем за два, хорошо. Прискуранте — это одна строчка. Одна строчка, да-да-да. Дорогие друзья, мы вновь в эфире нашего замечательного 8-мартовского весеннего марафона подкастов. И по-прежнему с нами Дмитрий Алексеев. Как я не пытался за перерыв выгнать его, он остался непреклонен, он здесь с нами. А всё почему? Всё потому, что у нас новый прекрасный гость, спикер, невероятно обаятельный нутрициолог, психолог, дипломированный, между прочим. Человек, который вообще регулярно, на постоянной основе проходит самые разные учёбы по нутрициологии в сфере антиэйдж. Эксперт, которого аудитория Сибириан Волнос хорошо знает по различным нашим проектам, нашим платформам, нашим каналам. В общем, без лишних слов, Елена Суханова. Спасибо большое, Елена, за такое шикарное представление. Очень приятно быть в вашей студии, в вашей компании особенно. Поехали. Поехали. Вот ты, как популяризатор здоровьезберегающего образа жизни, специалист в области антиэйджа, наверняка на каких-то последних учёбах разбирала последние тренды как раз-таки в области антиэйдж питания. Все мы в последнее время широко из всех различных источников слышим такую, скажем так, позицию, что питание должно быть не просто облегчено по содержанию углеводов, но должно обладать низкой гликемической нагрузкой. Давай разберём, что такое низкая гликемическая нагрузка, чем она отличается от простого ограничения употребления углеводов, насколько показана вообще всем подобная диета, ну и как правильно ей следовать, что для этого нужно. Смотри, антиэйдж питание, оно имеет несколько граней. Первая, вторая, третья, не будем по счёту, но в целом, да, это противовоспалительное, оно не должно содержать продуктов провоспалительных, повышающих воспаление, нутриентная плотность, достаточность клетчатки и, совершенно это верно, подметил про низкую гликемическую нагрузку. Вот эти четыре фактора, и они являются ведущими. Там ещё есть много разных нюансов, но они уже скорее индивидуализированы. Про низкую гликемическую нагрузку учёные сейчас вот эту историю ставят во главу угла, на самом деле, в антиэйдж. Естественно, системное воспаление тоже имеет огромное значение. Наша матрикс тоже имеет огромное значение. Ну вот про гликемическую нагрузку, если мы посмотрим на людей, которые следят за собой, да, они действительно мало потребляют простых сахаров, они действительно мало, практически не потребляют коротких углеводов, они заботятся о том, чтобы в их питании были длинные углеводы. И здесь есть нюанс. У каждого человека есть своя собственная индивидуальная реакция на определённые продукты в части повышения глюкозы. И вот это хорошо бы знать. То есть все биохакеры, все люди, которые погружены в антиэйдж правильным образом, у всех у них висел датчик непрерывного мониторинга глюкозы, и они прекрасно знают свои пики, на что у них случается, как, и стараются их какими-то возможными способами обрезать. Вот, например, у меня есть знакомый, у него есть пики на гречку. Казалось бы, да, ну, гречка. Кто тут против гречки? Все только за. А нет. Мой любимый завтрак. Гречка. Да, а у него на гречку повышаются, очень-очень хорошо повышаются пики, я их видела лично. А у меня очень хорошо повышаются пики на стресс. Вот так на еду. А, ещё у меня на арбуз. Я когда увидела свой пик на арбуз, это был последний арбуз в моей жизни вообще в принципе, потому что это был не пик. Это было вот так и вот так. Долго-долго. То есть вот у меня на торт такого нет. Интересно как. Я копала, у меня не получилось. И любая мучная продукция, любая, вот абсолютно, даже не сладкая, ну, понятно, крахмал состоит из глюкозы, вот тоже вызывают, вот, например, у меня очень стойкий повышенный сахар. А можно здесь чуть поподробнее вот это аппаратное составляющее? Что именно подразумевается под носимым глюкометром? Чем он отличается от какого-то вот, который... Которым колят пальчик. Который колит, да, какие-то тест-полоски в слюне, там, как-то померить можно. В чём различие, какие нюансы применения, ну, и, собственно говоря, случаи применения для вот этих разных глюкометров? Ну, это инвазивная штука. Там есть маленькая иголочка такая, похожая на инсулиновую. Она клеится такая, там удобно, она входит так, что ты не чувствуешь, что больно там, какая-то игла вошла. Как печать такая. Да, как печать, да. Вот есть банковские печати вот такие, вот приблизительно, да, такая. Она хорошо приклеивается. И всё время в теле торчит иголочка маленькая. На плечо потом, как бы, здесь нужно выбирать, что лучше, хорошо, если вы, например, спите и любите на левой стороне, тогда ставьте на правую, чтобы вы не спали на ней, да. Такой важный момент, потому что у меня, знаешь, такое случилось. Это было некомфортно, то есть мне приходилось как-то подкладывать что-то. То есть просто каждая вот это переворачивается. Нет, 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 не так. Вообще без болезни. Просто чувство. И у меня было, я чувствовала, это без боли, это правда без боли. Что это такое? Если телефон с NFC, устройство внутри, то прикладываем, ну, закачиваем приложение, понятное дело. То есть модули на все. Да, да, да. Прикладываем, он считывает. Каждая эта таблеточка, она помнит показания глюкозы 8 часов, то есть достаточно 2-3 прикладывания в сутки, и она показывает график глюкозы. Соответственно, в этом графике... Непрерывно, она каждую минуту снимает уровень сахара в крови. И проснулся, видно как, начала глюкоза повышаться, проснулся человек, позавтракал, позанимался спортом, не поел, перенервничал, поел торт и быстро пошел гулять. Ну, то есть, да, большие мышцы... Поел торт и не пошел гулять. И не пошел гулять, да, прилег. Выпил алкоголь на ночь, и может быть, прямо... Прямо, да, да, гликемическая. А потом с утреца и на следующий день до обеда глюкоза высокая. То есть ты носишь это устройство и периодически смартфоном рассчитываешь? Есть приложение? Да, да. Есть разный коэффициент ошибок у разных приспособлений. Ну, это все можно нормально в открытых источниках найти. Вот, очень хорошая штука. Для людей, которые сбрасывают вес, я считаю, она просто обязательная. Потому что уровень глюкозы очень серьезно влияет на стабильность сброса веса и вообще успешность этого мероприятия. А сколько нужно времени походить вот с этим прибором? Ну, вот минимальное. 14 дней висит датчик один. Это срок годности его. А, то есть его потом нужно просто менять? Да, его снимаешь, он приклеен, просто... И он просто вместе с иголкой выходит. И вообще не страшно. Вообще не страшно. Вообще не страшно. Она маленькая, тоненькая. И после этого им уже нельзя пользоваться. Да, его надо врутилить. Это уже новый прибор. Да, да. Да, он стоит от 3 до 5,5 тысяч рублей. Ребята, это достойное вложение в свое здоровье. Главное, уметь правильно строить аналитику. Можно его повесить, что-то мерить, что-то думать. Ну, и как бы... А тут надо сидеть, четко записывать свой рацион. Это было бы идеально, если бы... Дневник питания, да. Да, был бы дневник питания с точным временем употребления пищи. Дневник, там же движение, и там же стресс. Ну, например, там, наехал на бордюр, очень сильно испугался. Посмотрел новости. Посмотрел новости, совершенно. Позвонил начальник, там, или вдруг еще что-то случилось. Короче, да. Вот, и вот эти все события хорошо записывать, потому что на некоторых людей глюкоза повышается. Ну, стресс, в общем. Ага, то есть вот они, токсичные люди. Вот как их можно диагностировать. Улочка моя. Да, или вот такой вариант. Да, какой вариант. Вот, в том числе интересно посмотреть на все, да. И когда мы смотрим на все, что нас сопровождает, и каждый день, и записываем еще выводы в этот дневник, да, то есть, ой-ой-ой, арбуз мы больше не едим, к дыне вообще даже не притрагиваемся, да, там, ничего себе, даже коржик, да, там, какой-то вот. Я бы, кстати, вот, на самом деле, Лена так говорит, что от чего-то мы отказываемся. Это не про отказ. Да, это про вывод. Здесь скорее про знание, и про выбор, и про твою стратегию. Да. Потому что если сахар повысился в крови, да, то есть уровень глюкозы высокий, и ты понимаешь, что ты хочешь этот продукт, то ты просто стратегически после этого не ложишься на диван, а идешь на прогулку. Приседаешь. Шикарно приседаешь. Просто взял, поприседал и посмотрел, пока висит глюкометр, посмотрел, как реагирует тело на приседания. А у меня, ну, если говорить про сколько таких датчиков надо, ну, у всех разные задачи. У меня, например, один датчик висел 14 дней. Я измеряла три варианта препарата. Это ингибитор обратного захвата глюкозы из почек, это ингибитор фермента глюкозы в кишечнике и берберин. Это были три истории, которые я сначала... И не меняла свой режим питания. Это было прям очень важно, это было тяжело, то есть две недели находиться в жёсткой колее. И это было прям супер исследование для меня, потому что я поняла, что берберин очень хороший конкурент этим двум весьма лекарственным препаратам. Там, правда, по сочетаниям не всё понятно, да, лекарственные препараты у нас по сочетаниям, по совместимости исследуются более точно, но, тем не менее, у берберина ещё много разных няшечек, фишечек, которые вместе с его работой на глюкозу дают просто какой-то прям очень приятный, впечатляющий результат. Интересно, вот у меня тоже такие впечатления от работы с непрерывным мониторингом глюкозы. Мы, во-первых, делали исследования на группе людей, то есть они носили у нас эти глюкометры, и это действительно интересно, что мы исследовали вплоть до сладких козировок, там какие-то батончики и так далее, то есть обычную еду смотрели, и действительно есть люди там отвечают на сырники. Да. Например, да, если люди не отвечают на Кока-Колу, например, да, одно вот для себя я открыл интересную штуку, что есть базальный уровень, да, то есть базовый уровень глюкозы, и, в принципе, вот там техники, как интервальное голодание, да, или просто голодание приводит к тому, что у тебя базовый уровень снижается, да, там ближе к четвёрочке, например, и после этого суперинтересно, что ты можешь себе позволить есть практически всё, всё, от чего у тебя до этого, там, от пятёрки росло вверх, тут от четвёрки вообще не растёт, да, то есть глюкоза вся, попадая в кровь, утилизируется, и у меня после этого честный вопрос возник, а вот интересно, вот, ну, как бы исторически всё-таки мы, наверное, питались, не всё время находясь на высоком уровне глюкозы и добавляя ещё, да, мы находились скорее на вот более низком, то есть ниже четвёрки не падает, потому что у тебя начинается неоглюкогенез, да, и просто организм поддерживает, ну, чтобы ты не провалился в гликемическую кому, и, по-видимому, да, то есть даже там наши первобытные предки, обнаружив мёд, они были на самом низком уровне глюкозы, да, то есть наш базовый уровень ежедневный, он скорее вызван уже тем рационом, который есть, ну, потому что всё-таки коротких углеводов, ну, практически не избежать, они везде присутствуют, если мы не, как бы, не назожи, да, и за этим не следим. Ну, по-видимому, готовые продукты, да, которые мы покупаем. Да, 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 и это просто интересно, да, заставляет задуматься. Ну, и для любого человека самое первое, что человек понимает, что у него есть такой показатель сахар в крови, и что этот показатель действительно отзывается на его еду, на какую-то отзывается, на какую-то нет, и вот этот вот опыт для человека про самого себя, а не просто там картинки какие-то, презентации, статьи и так далее. А тут ты, когда на себе каждый раз меряешь, ты действительно понимаешь, блин, так это же внутри меня происходит, это биохимия, и ты уже в следующий раз булочку, да, какую-то кладя в рот, ну, ты уже знаешь, ты информирован, и похоже, что этот процесс происходит по-другому. Ну, вот раз уж мы начали говорить про какие-то уже средства, которые помогают нам бороться с пагубным воздействием сахара, ты упомянула берберин, но там на самом деле, вот именно давай, не какие-то серьезные там фармсубстанции, а именно что вот натуральные, все наше любимое растительное, зеленое. Да. Кроме берберина, есть еще множество других. Глюкобокс я проверяла. Так, вот про глюкобокс наш продукт. Я вот прям, как могу тебе, вывожу на тему. Нет, нет, можно не напрягаться. Вот что там интересного такого с точки зрения именно этого процесса? Он работает. Он работает. Тут я всегда воздерживаюсь от громких лозунгов, от ярко выраженных слов. Почему? Потому что у всех разный уровень гибкости метаболизма, глюкозы, у всех разный уровень запаса гликогена в печени, работы в печени, физической нагрузки, разный запас гликогена в мышцах и так далее. Там еще миллион факторов. Поэтому надо проверять. И если мы хотим... У меня много кейсов, как у нутрициолога, когда человек был с сахарным диабетом, у него там сахар 11, после еды на глюкобоксе, там 8, и это победа. Для человека, у которого сахарный диабет второго типа, это нереальная совершенно история. Люди уменьшали дозировки инсулина, которые колют. Это прям реальность. На мне работает глюкобокс, он работает очень мягко, аккуратно, и я подозреваю, что здесь надо ориентироваться, соединять несколько факторов. Фактор рацион. На каком рационе это происходит? Потому что это будет... На разных рационах будет разный отклик. На окне голода, про который сейчас сказал Дима. Потому что если окно голода достаточно, и метаболизм становится действительно базально, ниже становится глюкоза, а метаболизм глюкозы становится более гибким, то есть ты такой... А если вдруг добавить спортивную нагрузку посильную, там, выспаться или не выспаться? Это тоже разная история, кстати, с точки зрения глюкозы, потому что это базальный стресс. Если базальный стресс у нас базально, глюкоза повышается. Но глюкобокс, он работает реально. Берберин, он снижает, он срезает пики. Ну, я как про стресс, да, в основном. А глюкобокс, он... Там же бета-глюканы овса, там у нас с вами... В общем, у нас с вами есть ингредиенты, которые работают по типу ингибиторов обратного захвата глюкозы в почках. И сам хром. Там прям интересно. Ну, целый комплекс, да. Да, там комплекс, и надо смотреть по дозировке. И надо ещё потом смотреть по хрому аккуратно, да. То есть если долгий приём, более там полугода, чтобы мы не ушли в передоз по хрому. Там надо варьировать по-хитрому. Когда мы говорим про низкую глюкемическую нагрузку, мы подозреваем, что нам нужно защищаться от гликации. Да. Нам нужно защищать свой белок, свои белковые структуры, там коллаген, эластин, долгоживущие белки. Долго, да. Чтобы не образовывались поперечные шивки, для того, чтобы у нас сохранялось качество как внутри нас соединительной ткани, так и то, что сразу бросается в глаза. Это качество нашей кожи, морщины и так далее. И вот здесь тоже есть ряд дегликирующих агентов, опять же, растительных, которые будут полезны. Ну, самое такое на поверхности, зелёный чай. Розмариновая кислота. Розмариновая кислота. Которая сейчас, да. Да. Что ещё здесь вот в этом ряду может быть? Солодка, например. Солодка, да. Ну, на самом деле, сейчас очень мало продуктов, БАДов, которые обладают дегликирующим свойством. И их сейчас... О них сейчас говорят как о каком-то ноу-хау. И вот тут, конечно, бы Собериану у нас бы поторопиться. Ты знаешь, не хочу раньше времени раскрывать все карты, но мы работаем в этом направлении. Да, давай, давайте поработаем. Да, сегодняшний марафон это такие инсайты, да, из первых рук. Ну, в общем, следите за новостями. Ну, такую новинку вы точно не пропустите, да? Интересно, кстати, вот с точки зрения гликации есть механизм, когда мы снижаем гликацию уже в тканях, а есть механизм, который будет влиять на уровень, например, гликированного гемоглобина, это детоксикация гликотоксина в кишечнике. То есть на самом деле, если у тебя сорбционная ёмкость пищи высокая, если у тебя есть сорбенты в кишечнике и так далее, и так далее, то даже такие эксперименты есть с потреблением вот этого там какого-то сыра, который один из чемпионов по количеству гликотоксина. К сожалению, пармезан, да, любимый мой. То есть потому что, ну, мы всё равно в привычной еде, у нас есть какой-то базовый уровень токсической нагрузки из нашего питания. Мы его обычно не меняем, не отказываемся, но вот добавляя в питание сорбирующие, да, такие компоненты, мы можем добиваться снижения гликированного гемоглобина, то есть, допустим, в коже или в сосудах гликирование уходить не будет, это долгосрочная история, но снижение уровня гликотоксина будет вот этот вот эффект, и он будет наблюдаться быстрее на гликированном гемоглобине, нежели вот просто мы там количество сахара снизим, и это тоже интересно, да, то есть можно задуматься и о такой стратегии снижения токсической нагрузки. Сто процентов, да, надо как бы не только потреблять яд, но и тут же противоядие, да. Ну, я говорю, самое банальное, это просто, если есть потребность чего-нибудь сладенького, запивайте зелёным чаем. Да, кстати, или если уж так получилось, что съели, ну, всякое бывает, мы все люди, я тоже иногда бывает, ем сладкое, то после этого надо подвигаться. Я делала тест, тест, тест назывался так, торт, прогулка, ну, замер, потом торт, прогулка, торт, кресло, и это прям видно, это так видно, это так здорово, и это действительно сильно отличается. Я же это знаю, ну, как бы, ну, как бы, ну, я же, у меня же вот же лекции все, ПДФ-ки, миллионы страниц, да, куча сертификатов, но когда ты это видишь на себе, о, вот, смотри, торт, вот прогулка, и ты такой, ммм, и это навсегда, ну, то есть это, и хорошо чувствовать своё состояние, энергетическое, вообще самочувствие на разных показателях глюкозы в сумме, да, то есть есть определённый рисунок, да, за день там, бывает удачный день, да, глюкоза такая красивая, ну, в зелёном коридорчике такая, и смотришь по себе, как ты себя чувствуешь, как ты спишь, как ты пошёл ко сну, как проснулась, да, или когда вот такой график какой-то, ну, некрасивый, сразу быстрее устаёшь, куксишься, какой-то прокастинация, да, соображаешь, какое-то мышление, какое-то вязкое, тягучее, куда-то всё время слыниваешь, какие-то соцсети, это прям точно совершенно гривя. Это история про сахар в крови, оказывается, да, а они вообще не про что иное. У меня вот тоже интересное было наблюдение, у меня, например, по жизни есть такой пик энергии с утра, там, 5-6 утра я могу вставать, и пока там все домашние спят, я чем-то таким продуктивным, очень для себя занимаюсь, и мне очень нравится время, и так далее, и так далее. Вместе с носимым глюкометром я увидел эффект, который раньше приписывался только диабетикам, эффект утренней зари, на самом деле он оказывается, в принципе, физиологичен для каждого человека, то есть когда гормоны стресса приводят к тому, что у тебя есть утренний пик сахара, эволюционно он тебе нужен для того, чтобы пойти, там, поймать свою добычу в лесу, на этом высоком уровне энергии. Там и пульс меньше. Да-да-да, не у всех людей он так явно виден, да, не с каждого там вечернего сахара ты выйдешь на утренний пик, то есть там много есть разных сочетаний, но просто интересно, вдруг ты понимаешь, что у тебя от природы есть такой подарок, утреннее количество энергии, тебе завтракать, в принципе, не надо, да, пока ты вот в этом пике находишься, у тебя просто много энергии, которая из тебя же самого утром выработалась, ты можешь просто ее потратить на что-то продуктивное, ну, можешь перевернуться на другой бок. А во сколько ты ложишься спать? Да, я стараюсь до 11. Я, на самом деле, я устаю к 9-10 часам, мне хочется, естественно, спать, чтобы... Ну, просто когда ты встаешь в 5, то... 5-6 утра, да-да-да. То ложиться надо часов в 9-10. Да-да-да. Ну, еще у меня такая генетика, что мне нужно короткое время сна для того, чтобы высыпаться, то есть там в районе 6 часов, я успеваю там все свои глубокие фазы сна пройти, я себя... В среднем у меня есть там, наверное, больше, чем у других людей на 2 часа. Вот, тоже такая история. Ну да, надо ложиться спать. Вот еще раньше, чем... Я люблю ложиться спать, знаешь, раньше, чем ты устал и выдохся, да, то есть спокойно там все-все-все сделайте. Не упасть замертво. Да-да-да, это один из секретов таких. Это да, это очень крутой лайфхак сейчас был, не пропустите. Слушай, а вот еще клинин вопрос, раз уж мы обсуждаем гликацию, давай немножко вернемся к этому. Вот торт, потом, значит, нагрузка, а если мы обратную ситуацию посмотрим, вот у нас была нагрузка интенсивная, и после этого, ну, чисто вот, значит, моя тема, потом открывается черная дыра просто в желудке, и туда засасывает вообще вот все углеводы, какие в радиусе обозримом видны. Я видела это. Да, вопрос, а насколько это с точки зрения вот гликации вредно? Не будет ли здесь некой, может быть, защиты от гликации в связи вот именно с нагрузкой? Или это все то же самое? Слушай, ты такой сейчас вопрос задал классный, я буду несколько иронистично. Тут, ну, индивидуальная история. Ко мне приходят клиентки, ну, какие-то другие вообще, вас здесь нет вообще, девочки, это другие люди, вот. Они приходят и говорят, ну, понимаете, я хожу в зал, я все делаю, я мало ем, но вес стоит. И тут мы начинаем, значит, разбирать, а что вес стоит, а что ты делаешь, а как ты ешь? А оказывается, что очень часто человек пошел, позанимался в зал, потратил там 200 калорий, а по пути, а у меня вообще фитнес-клуб, встанье, фитнес-клуб, да, рядом пекарня внизу и пивотека, кому куда, вот, и фитнес-клуб, три входа, понимаете? Вот, и начинаем выяснять. А там, оказывается, по пути, ну, она же позанималась, ну, можно же, круассан какой-нибудь, ну, а она уже открывается, она черная дыла, понимаете, она у всех. У тех, кому надо худеть, у тех, кому не надо худеть, у тех, кто набрал мышечную массу, тех, кто не набрали еще мышечную массу. Короче, все зависит от цели, от цели, от тренированности. Вот тебе, Ильяна, наверное, можно, ну, потому что у тебя, ну, как бы оно действительно уйдет в дыру, практически в черную, сгорит дотла, и никто ничего не заметит. Вот. А если человеку нужно снижать вес, у него, допустим, много же, ну, жировая масса достаточно, высокий, ну, повышенный даже МТ, почему нет, высокий, два там, выше 27-28, да, при низкой мышечной массе. И этот, вот эта вот дыра, она не дыра вовсе. Она слегка освободившееся пространство, которое бы сохранить, чтобы к цели прийти. А его так, и еще плюс 100 калорий сверху. Ну, как бы надо померить свою нагрузку. А на самом деле грустно, грустно видеть эти цифры. Ходишь по залу в течение часа, а тебе часы умные говорят 265 калорий. В смысле? 400 калорий, это 13 тысяч шагов на секунду. Дорогие, 400 калорий, это 120 грамм торта. Ну, кусок стандартный. 13 тысяч шагов. Готовы? Я? Нет. Ужас. Пять минут удовольствия, и четыре часа потом страданий. Ходи, да. Теперь ходи гулять. Понятно, что пик глюкозы мы снимаем быстро, да, работой больших мышц. Ну, вот мы поприседали, мы там походили, но мы только про глюкозу сейчас говорим, а про калории. Вот. С калориями очень грустно всё. И если мы снижаем вес, то, конечно, надо закрывать его приятным белковым коктейлем со сладким вкусом, да, ну вот, например, сахарозаменителем. Заполняя это углеводное окно белками, например, вот, и вкусным вкусом. Ну, как бы психика довольна, все довольны, всё хорошо. Вот. И следить за калорийностью рациона, чтобы энергетические затраты были ниже, чем поступление. И тогда будет результат. Здесь математика вот простая, как линейка. Что ж, звучит очень убедительно. Я думаю, теперь до всех наконец-то дошло, что если вы только начинаете... Двенадцатый шагов — это торт. Да, что для вас... Кусок, это не торт. Ну да, я имею в виду кусочек торта. Да, что для вас пока что... Вариант Читмила — это не вариант, друзья. Хорошо, давай... Лучше не смотреть наши подкасты, если любите торты, я бы так сказал. Это какой-то антиторт вообще подкаст. Хорошо, тогда давай поговорим теперь про саплименты. Поговорим про... Ну, мы сегодня... Нет-нет, да, возвращаемся к теме биохакинга. И, конечно, на продвинутом уровне ЗОЖа, когда ты там уже много для себя что открыл из добавок, у тебя там собирается, ну, прям горсть. И тут вопрос, насколько вообще... Как много можно принимать добавок за один раз? Нужно ли их дробить на приемы? Какие там при этом могут быть риски? В общем, давай здесь прольем свет. Давай. Проливаем. Первое. Люди любят считать количество капсул. Ну, там, не больше кто что говорит, кто во что гораст. Кто-то 5 капсул, кто-то 7 капсул, кто-то, говорит, там, 12 и падает в обморок. Давайте считать. Смотри, ультра-омега. Одна капсула — 500 миллиграмм омег. Одна. Северная омега — 2 капсулы — 600 миллиграмм омег. Ну, как бы... А есть ещё там, да, на рынке капсулы, правда, с полруки такие большие, но там тысяча. Зачем считать капсулы? Да, другие считают просто добавки, наименование добавок. Здесь тоже нюанс, потому что, например, аминокислоты — это что? Это эссенциальная часть нашей пищи. Смотря, правда, в каких дозировках, да, если не гипердозировки, когда уже не включается ещё пока терапевтический эффект, то это что? Это добавка или что? Я считаю, что это добавка к пище. Это не добавка как добавка, а это обогащение пищи. Ну, омега, кстати, тоже пища, просто она капсулированная. И я бы вот это не считала бы вообще. Тогда становится гораздо легче. Ну, то здесь я не хитрю. Ну, психологически, в смысле, ты же всё равно в рот кладёшь какое-то количество шариков. Конечно, психологически, да, шариков обязательно. Тут нужно вот к этому как-то правильно психологически относиться. Я обогащаю свою еду, например, да, там, глицин. Я считала глицин в своём рационе. У меня, правда, рацион не очень богатый. У меня такая история, которая привела к тому, что метаболизм у меня не скоростной, замедленный. То есть я не могу есть как нормальные люди, 2,5 тысячи калорий. Если 2,5 тысячи калорий есть буду, я даже боком в эту дверь не войду через 4 месяца. И когда я считаю свой рацион прямо на витаминно-минеральный состав, я его ещё могу посчитать и на аминокислоты. Так у меня глицина была в 5 раз меньше, чем нижняя граница нормы по евразийским... Это же ужас просто. Вот вопрос, глицин сейчас, это БАД для меня или что? Нет, это не БАД, это просто пища, которая обогащает мою пищу. Вот. То есть делает мой рацион нутриентно наполненный. А тогда что БАД? Да? Что у нас БАД? Это фито-композиция. Я правильно понимаю, ты здесь хочешь... Ну, по сути, всё есть БАД, да? Вся, любые добавки. Это добавка к печи. Да, в нашей стране. Но ты хочешь... Их разделить. Немножко разделить, да? Отделить непосредственно нутриенты какие-то. Да, эссенциальные, да. То есть то, что устраняет наши ежедневные дефициты, которые созданы в результате нашего питания. Безусловно, какие-то, может быть, минорные вещества или даже вообще какие-то растительные экстракты, добавки, которые... То есть акарбоза БАД в этом смысле, да? В этом БАД, да. Она для нас не является... Я вот тоже очень в этом смысле с Леной соглашусь, да, что, например, вот та же самая клетчатка. Да, это не БАД. То, что о вшиве и о бане, да. Мы просто живём в дефиците клетчатки. Мы не едим её. Если смотрим на графики, там, института питания, даже не витамин D, у нас в среднем население, там, 10-15 грамм потребляет, норма 30. И есть это БАД, и нет, это не есть БАД. Это не БАД. И способ производства тоже, это же интересно. Я бы ещё, знаешь, на способ производства смотрел. Что такое омега? Это выделенная еда, это из северных рыб, это даже не какой-то концентрат, это просто жир, выделенный из рыб, как рыбий жир, да. Что такое клетчатка? Это просто шелуха из различных семян, отсыпанная просто в горстку. Не повернётся даже язык назвать это БАДом. И в этом смысле, да, то есть снять эту психологическую заморочку, что я ем какие-то дополнительные чуждому моему организму добавки, нет, это вообще то, что у нас должно было бы быть в еде, но просто нету. Мы не в том месте живём, не в то время года и так далее. А печень не отвалится, потому что да. Хорошо. Мне кажется, что тут вот такой момент, что, наверное, более физиологично будет делить приём, чтобы это более равномерно в плане дозы ложилось. Это логично. Тетровать это логично. И тут есть подводный камешек. Ну, понятно, да, то есть да, логично, да, здорово, если в каждый приём пищи, в середине приёма пищи... Вот. И тут возникает нюанс, что если мы чувствуем, видим за собой, что в обед у нас приём некоторого количества препаратов, он просто забывается, мы не успеваем, и в таблетницу положили, и на самое видное место баночку поставили, и на работе прям под нос. Ну, забываешь. Окей, мы переставляем её в завтрак, мы понимаем, что там, может быть, возникает какой-то небольшой переизбыток, да, но мы точно пьём. И мы точно, ну, как бы, причиняем себе пользу. Ну, вот я, кстати, у меня один из лайфхаков у меня прямо в машине иммунобустер и с куркумином. Ой, в машине, да, супер, да. То есть я еду на светофоре, посмотрел, о, сегодня, бах, себе там капельки закапал, и вкусно, и какая-то развлекушка на светофоре, и так далее, и так далее. И утренний приём от этого расчистил, и я прям такой думаю, о, я ещё и похвалил себя, вот вспомнил, молодец, и так далее, и так далее. Ага, да-да-да. Класс. Слушайте, друзья, давайте сейчас поговорим про, ну, совсем уж таких упоротых зожников, да, есть определение биохакер. Есть. Да, вот это люди, которые не то, что не забывают принимать БАД, они, ну... Живут ради того, чтобы принимать эти БАДы. Есть люди, которые живут ради того, чтобы есть, а это люди просыпаются, чтобы выпить свой список витаминов. Есть такая очень идиозная личность в мире биохакинга, ну, наверняка всем известный, такой, значит, миллиардер с прибабахом, Брайан Джонсон, у которого есть свой сайт, и там, значит, большущий список всяких добавок, которые он на ежедневной основе потребляет. Вот твое профессиональное мнение, насколько вообще оправдано это? Ну, мы понимаем, что за ним стоит штат целых специалистов, врачей, нутрициологов, диетологов, которые всё это ему согласовывают на основе всяких анализов. И маркетологов тоже. И маркетологов, да, поскольку он ещё и продаёт собственного производства там какие-то БАДы. Так вот, ну, вопрос, насколько действительно стоит обращать внимание на вот такие случаи, можно ли что-то оттуда подсмотреть и взять для себя, а чего делать совершенно точно не стоит. Ну, вот я открыла его как раз у себя на планшете, этот список, он действительно выглядит впечатляюще. Надо отметить, что здесь выделены действующие вещества, и, возможно, часть БАД идёт в одной баночке, да, четыре действующих вещества, скорее всего, да. То есть он выглядит, этот список, каким-то невероятно длинным, но на самом деле в реальности это может быть гораздо всё компактнее выглядеть. Ну, во всяком случае, у него на сайте есть в продаже там, да, БАДы в порошковом виде, которые включают там три-четыре-пять компонентов из его же списка, вот. Ну, смотря на количество аккорбозы и метформина, у него в списке могу сделать вывод, что врачи его как-то очень крепко держат, видимо, у него с глюкозой какая-то история, вот, да, там, скорее всего, может быть, потому что очень много углеводов в рационе, да. Ну и много углеводов, мне кажется, и в целом у него в целом такой широкий список препаратов, что, возможно, уже эти дозы метформина и аккорбозы, они компенсируют что-то из происходящего. Может, мясо не ест, да, может, у него интервальное питание, да, у него интервальное питание, скорее всего, потому что два приёма у него, да, диннер и аппенвекинг, ну, как бы, скорее всего, у него большое окно голода, вот, и, ну, 41 год человеку, насколько я помню, да, ИДГЕ здесь. Вообще, нутрициологу, если показать анализы, он там о человеке почти всё знает, ну, можно пойти с другого конца, показать, что человек пьёт под руководством команды врачей, и он там может сказать, так, 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 литим 1 миллиграмм. Это что у него с раздражительностью? Это вот, кстати, такая прямо у многих биохакеров вот фишка литии, соли лития, а это, на самом деле, серьёзный препарат из психиатрии, который нормализует аффект, то есть эмоциональное состояние... Нормотимик, то, что называется, да? Да, да, возвращение, ну, когда, допустим, слишком человек перевозбуждён для того, чтобы контролировать гипертемию, да, особенно вот при каких-то маниакальных состояниях используется. Соответственно, здесь вот вариант, да, чтобы не было болтанки по настроению, чтобы оно там не заваливалось, не уходило куда-то. Так он два раза в сутки по одному грамму пьёт на сегодняшний день. Возникает вопрос, что же у него... А, ведь он миллиардер, да, человек, который, ну, наверняка, в общем, живёт достаточно интересной, насыщенной жизнью. Может. Может себе позволить, да. Да, соответственно, стрессов, видимо, в жизни у него... И ашваганда ещё в 600 миллиарда. Очень-очень немало, да. Хорошо, что там ещё такого... Глицина я почему-то не увидела. Вот странно, где он там зашит, может быть, просто не включили, потому что есть НАК в такой достаточно высокой дозировке, его бы прикрыть глицином, а его нет почему-то. Ну, может, это не очень полный список. Мы же понимаем, что это вырвано... Во-первых, вырвано из контекста. Во-вторых, это только бат. Что у человека ещё из других инвазивных и не очень, да, историй? Там у него же и сын участвует своей кровью. Там у него... Да-да, это вот тот самый случай, когда человек пьёт кровь младенца. Ну, сын у него, конечно, взрослый, вот, но... Ну, в общем-то, там как-то ощущают кровь и вливают молодой фактор крови. Он ещё и деду, значит, эту кровь отстёгивает. В общем, там весело у них, очень, серьёзно. Вот. И плюс мы не видим биомаркеров, к сожалению, да. Да, где ваши доказательства, мистер Брайан Джонсон? Нету, нету. И это вызывает в научном сообществе скепсис, потому что, когда мы не видим биомаркеров, мы понимаем, что, ну, не хватает информации, и мы не можем посмотреть. Вот было бы очень интересно увидеть его датчик глюкозы неприродный. Особенно посмотреть до и после. Вот на вот этой схеме я бы посмотрела, да. И до и после это было бы шикарно. И так работают настоящие биохакеры. Они всё записывают. У них... Они это делают, прежде всего, конечно, для себя. И если они сталкиваются в научном сообществе или в сообществе коллег с какими-то историями, им есть что показать. Смотри, вот у меня общий белок был вот такой. Вот я делал то-то, 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 и теперь у меня вот такой общий белок при вот таком и с реактивным. То есть они хорошо понимают, да, ну там ещё что. Общий белок, нужно смотреть на низком воспалении. И это уже биохакерство. А здесь мы видим какие-то кусочки, и вот у меня целостной картины не получается. Но выглядит парень классно, согласитесь. Выглядит классно, и, насколько я понимаю, достаточно много таких сложных индексов. Индексов старения померен, то есть биологический возраст по разным совершенно параметрам, и мышечной силе, и метилирование, например, ДНК. Да, да, у него очень много анализов. Он везде показывает, что он снизил свой биологический возраст путём пребывания вот на разных протоколах. Я, с другой стороны, знаешь, то есть можно ругать, но, с другой стороны, это же насколько история про то, что людям показать, что, в принципе, потенциально возможно создать протокол, свой протокол называют блюпринт, возможно создать протокол, в рамках которого мы будем не обретать биологический возраст с каждым годом, а пытаться его снизить, снижать, что можно это мониторить, замедлить и так далее. Он, как и все первопроходцы, про пионеров это известная история, пионеров никто не ругает и не судит. Они всегда первые, да, за ним самое главное, что за ним пойдут вторые и исправят все ошибки, и всё переделают и так далее. Если подытожить, то главное это вдохновляться, но не слепо копировать. Нет, нет, не слепо нельзя. Ну, столько у нас просто денег не хватит, во-первых, его слепо скопировать, да? Ну, вот эту схему можно скопировать, денег хватит. Но как бы надо всё равно учитывать, что настоящий антиэйдж и настоящий, так сказать, биохакинг, хотя вот я согласна со своими коллегами, что это не хакинг, мы ничего не ломаем, это биотюнинг. Ну, то здесь же мы ничего не хакаем. Ну, хакинг в смысле, что это короткий путь, да? Да, только в этом случае, да. Не длинным путём там заниматься просто спортом и пробежками, да? Ну, кстати, все на самом деле геронтологи, ну, они сходятся во мнении, что ничего лучше, чем ограничение калорий и увеличение энергозатрат путём физической нагрузки, как бы природа не придумана. Все остальные интервенции по сравнению там с приседаниями условно, они будут иметь гораздо меньший эффект. Ну, вот давайте тогда, а слушай, мы перешли, вернулись на землю, да? Давайте поговорим опять-таки про безопасный зелёный эко-грин биохакинг, да? Ведь всё, наверное, банально начинается с устранения дефицитов. Начинается с того, чтобы просто нормализовать своё питание, посмотреть, чего в нём не хватает, там мы понимаем, да, нам не питание про это говорит, что даже при идеально сбалансированном рационе не будет хватать там всех витаминов, минералов. По каким косвенным признакам можно понять, что тебе чего-то не хватает? Вот понятно, что нужно пойти сдать кровь на анализы, тут мы не спорим, да, ну вот что к нам косвенно должно нас навести на мысли о том, что пора задуматься? Ну, когда мы говорим о дефицитах, мы всегда должны понимать, что у нас есть специфические симптомы и не специфические, то есть специальные и не специальные, общие и такие, по которым мы можем что-то заметить. Общий, самый главный, это недостаток энергии. Как только мы понимаем, что мы что-то куксимся, что у нас что-то с настроением, что у нас какая-то вот чехарда или, наоборот, какая-то прокастинация, мы проезжаем, да, вот у нас, знаете, как этот робот Вали был, мультик совершенно шедевральный, да, и вот... И ты что-то... И вот что-то не хватает, да, то есть не цепляется. Вот это как раз, когда такой ты как будто бы Вали, это значит, надо что-то тут прям починить. Вот. И дальше можно идти простыми историями. Жирорастворение витамины А и Е. Это сухость кожи. Это вот когда шелушалки всякие, да, там, особенно в осенне-зимний период. Всякие точечки, где растут волосы, да, кератоз, когда красненькие, бывает, или вырастает волос, или дёсна кровоточат. Это витамин С. Здравствуй, называется. А витамин С, кстати, он очень круто влияет на наше настроение. А там женщины бывают мёрзнут прям при комнатной температуре, им хочется согреться, они такие становятся. Это дефицит железа. Надо туда посмотреть, надо пойти сдаться, ну, либо гинекологу, либо анализы сдать, если есть навык. Вот. А раздражение. Иногда бывает, что вот бывает... Срываешься. Вот ты чувствуешь, что сейчас бы вот просто... Вот. Да. Оптимально. Магний. Вот. Ну, магний, да. Или бывает, сводит ноги. Икроножные мышцы внизу вдруг раз и свело. Или глаз такой начинает. Да. Тоже магний. Это чаще всего. Там у икроножных мышц бывают нюансы, но можно магнием попробовать. С витаминами... Как... Что тут вот прям классного? Что ты берёшь, магний съедаешь и смотришь. И он работает? Сразу понятно. Да. Если он работает, значит, он работает. Если он не работает, значит, дело было не в магнии. То есть все витамины и минералы работают только в случае, если они были в дефиците. Если витамин и минерал не работают, значит, дефицита не было. Вот. Вот, кстати, ты, наверное, согласишься. В психиатрических клиниках депрессивные больные практически в 100% показывали дефицит по витамину D. Да. Да, ниже референс. То есть ниже 30. Да. Это, ну, понятно, что витамином D депрессию нельзя лечить. Это опромечиво там уже так докатилось, что уже всё. Это уже, да, там и органические поражения начинаются. Но тем не менее. У меня иногда бывает так, что я начинаю тянуться к сладкому. То есть, да, такая зожница вся антиэйдж. Вдруг прямо охота. Вот. Это значит, что у меня хром пошёл вниз. Можно даже к гадалке не ходить. В хеликс не заходить, в гематез, вот хром. Начинаешь брать хром 2-3 дня, и всё. Меня как будто вот не существует этой темы. То есть я точно понимаю, что это был хром. На железе иногда бывает тяга к сладкому. Там другой немножко... Там такая другая история. Там ты падаешь в усталость, и люди из усталости любят выходить с помощью сладкого. Это понятно. А что ещё у нас из... А, волосы, ногти. Волосы, ногти. По ногтям вообще есть целые таблички. Прям целая история. Но ногти — это вообще наш идентификатор здоровья. Они должны быть нормальные, ровные, не крошиться, без продольных, без пятнышек, с лунками. Волосы. Ну, волосы женщины быстро. Ко мне очень много запросов. Девушки приходят, говорят, волосы. Я говорю, кроме волос ещё что-нибудь волнует? Вот. Есть честные люди, говорят, нет, почините мне волосы, я пойду. Это правда важно для меня. Окей, хорошо, будем починить волосы. Синдром беспокойных ног перед засыпанием. Или когда вот человек сидит, и вот он ногой всё время что-то там, ноги у него вот какие-то... Не может человек спокойно сидеть. Это опять магний? У детей такое часто бывает, кстати. Что ещё? У меня такое часто бывает. Хотя я магний пью, видимо, мало пью. Заеды, например, губ. Да, заеды губ, витамины группы В. Гласситы тоже туда же. Что у нас? Голубые склеры глаз. Это железо всегда. Это прямо однозначно. Такие чёрные мешки под глазами. Это нужно посмотреть, как с белком дела обстоят, да? Дима, помогай. Я знаю, что ты всё знаешь. Он вообще очень много знает. Слушай, ну из, наверное... Из специфических таких вот историй, да. Популярного, интересного. Ну, я бы про стул сказал, да, что хороший показатель дефицита клетчатки. Да, стул это вообще, конечно. Качество стула. Здесь просто надо это отрегулировать и просто понимать, что такое стул на 5 и ниже 4 с плюсом не опускаться. И ведь у каждого организма своя потребность в клетчатке. Кому-то достаточно и чайной ложки сорбента, даже очищающего, а кому-то это чайная ложка, как слону дробинка. Да, абсолютно. А кому-то будет много клетчатки. Много клетчатки, да, тоже плохо. Да. Хорошо. А как вот, допустим, ведь есть же ещё и аналитические методики, да, вот как, например, сервис Fitch and Nutrition, который Сабирин Wellness активно сейчас продвигает, сервис по анализу микронутриентов питания. Здесь мы чисто неинвазивно, чисто путём опроса, аналитическим способом мы выходим на возможные дефициты, подсвечиваем проблемные места в рационе, просто проанализировав, что, в каком количестве, как часто мы употребляем пищу. И при этом это тоже такой прекрасный инструмент, который помогает нам уже навести себя на мысль, да, вот в каком направлении копать. Да, да. И делаем сначала Fitch and Nutrition, это занимает буквально там 15 минут времени и усилий. Только главное не спешить, отвечать на все вопросы спокойно, чтобы не пропустить приёмы пищи внутри себя, посчитать всё. И далее мы смотрим на дефициты, которые видим, и вот их хорошо бы дальше уточнить. Либо, да, по симптомам, да, либо... Если совпадают, то 100%. Да, да, и 100%. И тут можно сдавать анализы не для того, чтобы подтвердить, а для того, чтобы посмотреть динамику. Ну, например, там, по жирорастворимым витаминам, ну, как бы передозировка, ну, нежелательно, скажем, да, потому что они потом очень долго выходят из метаболизма, и поэтому все любят мерить витамин D. Некоторые измеряют витамина, чтобы, ну, элементарно ничем не рискнуть. Вот. И смотреть на динамику. Ну, это чекапы. Все товарищи, которые глубоко в теме биотюнинга и антиэйджинга, и вообще прочих вещей, они для них нормально... То есть там не возникают даже мысли дорого, дёшево, а может быть, нет. Мы просто идём и делаем эти чекапы, потому что, ну, как бы, в смысле? Ну, это из системы ценностей. Это своё здоровье. Да, это из системы ценностей. Это самое дорогое, что у тебя есть. Абсолютно. Потому что если у меня не будет здоровья, мне вообще ничего не надо будет. Ни эта сумка, ни вот эти туфли, ни эта жизнь, ничего. Вообще полная апатия, да, там, или там, ты занят вообще другим. И когда у людей происходят проблемы со здоровьем, они готовы миллионы рублей, да, отослать, там, отдавать, спасите, помогите. Вот в этот момент нужно всегда смотреть на этих людей и себе мотать на ус, что лучше сейчас отдать, да, там, не миллиона. Проинвестировать. Да, в разы, в сотни раз меньше на ежемесячной основе, да, отследить свой рацион, посмотреть, где там дыры, где мы проваливаемся, их всё время компенсировать, чтобы рацион был полноценный так или иначе. То есть если мы не можем добавить это калориями, мы добавляем вот этими самыми капсулами. Не нравятся капсулы, берём томатный сок, полстакана, высыпаем туда. Складываем рядом капсулы пустые, мешаем, соль, перец, вперёд. Вкусно. Ну, на самом деле, большинство батт... Записываем рецепты, друзья, лайф-пакет. Скажи, вот какие добавки, ну, раз уж мы снова возвращаемся к этой теме, какие добавки могут сто процентов быть в арсенале такого вот продвинутого зожника, да, эко-биохакера, опять же, там, связанного с темой гликации, борьбы с гликацией, борьбы с повышенным сахаром. Сегодня мы уже не первый раз поднимаем, озвучиваем про The Hero Inositol, Mio Inositol. Айсберг. А, пирамида. Пирамида. Пирамида тоже сегодня много раз у нас. Тоже, да? Я смотрю, так оживились. Понятно. Я не всё видела сегодня, поэтому, да, у меня сон, понятно, да, сон, питание, физическая активность. Чего там вначале, что вот это просто целый блок, безопасность, да, мы обеспечили своё тело самым необходимым. Там дальше вот эта пирамида, она из, собственно, если брать БАДы, ну, тут тоже тяжело, потому что мы же все тоже как бы такие... От индивидуального подхода не хочется уходить. Но, тем не менее, если мы говорим про антиэйдж, скорее всего, это аудитория 45+. Ну, хотя, вот всем биохакерам, чем раньше вы начнёте, тем круче вы дальше будете. Вот, потому что если в моей жизни не было неких эпизодов, да, которые сильно в минус увели моё здоровье, сейчас бы я была бы лучше на коне сидела, скажем, да, то есть я была бы ещё круче, выглядела бы даже. И по здоровью-то уж точно. И там коллаген. У нас коллагена очень мало в пище. Там клетчатка. Это обязательно, потому что иначе у нас не будет стула. А если у нас не будет нормального стула, у нас не будет нормального кишечника. Если у нас не будет нормального кишечника, у нас вообще не будет ничего. Ну, как бы ни настроения. Ну, там, правда, кишечник, это очень серьёзно. И это исследование своего рациона на витаминно-минеральные дефициты. И, естественно, их надо всех, все прикрыть, все абсолютно. Вот вся таблица, какая есть, вся должна быть закрыта на 100%. А то и больше. Почему говорю и больше? Потому что по некоторым витаминам и минералам у нас очень низкие нормы. Витамин D вообще, позор всему миру, да. А витамин C, 90 миллиграмм, история же возникновения этой цифры, она же вообще, ну, это просто граница, чтобы не было, там, условно, первых проявлений цинги. А у нас витамин C не только туда нужен. Вот, поэтому тут ещё нужно смотреть на свои потребности. Если у нас много стресса, значит, у нас повышенная необходимость в магнии, например, да, витамини C. Смотрим на свою кожу. Ещё генетика. Если, например, нарушен метаболизм, допустим, там, по витамину D, тогда нужно с этим что-то делать, да. А по витамину A, да, есть люди, у которых, в принципе, сухая кожа, им нужно больше, она просто не входит в обмен. И тут, и дальше, если про верхнюю... То есть мы закрыли пищевые, да, все наши недостатки. Дальше мы знаем свой рисунок здоровья, и мы понимаем узкие места, а где тонко там рвётся, да, то есть прочность цепи оценивается по слабому извезвеньев. Какой-то стресс, что-то не то. Если у человека, например, что-то, какая-то беда с желудком, там, гастрит, ещё что-то, он провалится первый. Поэтому мы держим его в первую очередь. Это как вот самого слабенького, да, всё время надо его поддержать. И не нужно думать, что это когда-то закончится. То есть это навсегда. Слабое звено организма держим всегда. А дальше наверху... Это вот эти минорные штуки, которые дают возможность каждому биохакеру иметь туза в рукаве. Но это тоже... Почувствовать себя биохакером. Да, 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 вот это вот, вот точно. То есть я такой, я вот делаю то, что не делает никто. Ну, что-нибудь такое. Ну, или делать то, что делают все, но это, ну, скажем, приносит результат. Мы видим это. Ну, вот берберин, например, да, вот в моём случае. Я увидела, как он у меня конкретно работает. Да, я буду его пить. Ну, я буду прерываться, заменять его, там, ингибиторами обратного захвата глюкозы в почках. То есть я буду как-то это всё аккуратно размещать у себя, чтобы не быть постоянно всю жизнь на берберине, потому что это тоже как-то не очень правильно. Ну, и учитывать все сочетания. И с этим вообще беда, потому что у нас лекарственные же, да, только препараты изучены. Да, и то, если честно. И то, да. Ну, это как... Так себе представляем. Да, мы очень тяжело представляем. Особенно, да, для людей в зрелом возрасте, когда у нас получается там 6-7-8 препаратов, мы только экспериментально с каждым человеком понимаем, да, что вот это отменим, и ему станет на самом деле лучше такого количества. А уж если мы говорим про сочетание БАДов, слава богу, там нету ярких взаимодействий и каких-то действительно потенциально опасных реакций. То есть мы максимум, что, может быть, мы можем их там нейтрализовать друг на друга, но по большей части это всё, ну, поскольку, опять же, всё это компоненты еды... Да, мы надеемся, что это компоненты еды... В принципе, да, могли бы это всё и съесть, да, в разных там овощах, фруктах, травках и так далее. То есть нету, нет ничего такого страшного. Я единственное бы, что в целом бы добавил к твоему списку, это просто поговорил бы про полифенолы. Да. У нас среди активов... Ну, это вот там, вот вверху, когда... Да-да-да. Вот знаешь, как просто общее понимание, что я в своей еде имею богатство полифенолов. Как ягоды ты ешь летом, мороженые зимой ягоды ешь, или там добираешь какими-то бустерами, которые есть. Да, ты просто знаешь, что я хочу больше антиоксидантов. Да. Из добавок, из питания, разные чередования в количестве активов у нас... Ну, действительно, мы можем эти полифенолы, можем куркумиром, можем резвератролом, можем чем угодно. И главное, если чем больше комплекс, тем лучше, потому что... Да, больше разнообразия, да, мы можем по ним путешествовать. То это, то это, то другое, то пятое, то десятое. Да. Это тогда интересная такая стратегия. Да, здоровье митохондрии, это очень крутая штука. Это, кстати, вот про инозитол, да, когда мы говорили, что он является суперантиоксидантом и улучшает даже у мужчин показатели фертильности. И тут недавно волна прокатилась, что, ой, антиоксиданты, это если их будет много, это ужасно, это плохо, мы все умрем, ну, как всегда, да. Да, я что-то... Как же... Как же, да. Больше трех капсул человек пьет, все, он... Хотя четыре просто... Это же антиоксиданты, они же ведь не дают уничтожать раковые клетки, понимаете? Да ужасно, да, так как только мы слышим тему онка, у всех начинает отмирать кора головного мозга в парализации. Я взяла и просто померила общий антиоксидантный статус ТАС с долларом. Недорогой анализ совершенно. Если вам страшно, что вы переели новамина, или вдруг переели до формулы 3, или еще чего-то, есть очень простой способ. Идете, измеряете свой таз. У меня он ниже середины референса. При том, что я ем антиоксиданты просто постоянно. Это значит, что они все в дело идут. Они нужны моему организму. Да, они нужны. И я поэтому вот такая заводная, энергичная, потому что мои митохондрии таки производят 36 молекул АТФ. Ты прям посчитала. Заканчивая этот час, мне кажется, что один... У нас прямо сегодня день идеи подарков к 8 марта. 100%. Самой себе или мужчина может подарить женщине. Это хороший чекап. Да, кстати. Это классная штука. Это вообще бесценно. Если любишь свою женщину, бери ее под мышку и создавай традицию, хотя бы, да, начиная с 8 марта, а дальше расширяй на другие сезоны года, вводи на чекап, измеряй. Хочешь, начинай с холестерина углеводного обмена. Уже хорошо. Расширяй дальше на основные эссенциальные витамины и минералы. Хочешь, потом добавь еще тяжелые металлы и так далее, и так далее. Создавай себе базу данных собственного здоровья как основу для будущей персонализации. Да-да-да, таблички, Excel, учет, анализ. Да-да-да, потому что это все нужно обрабатывать у себя в голове, с этим нужно взаимодействовать. Если одному тяжело, всегда есть нутрициологи как новая профессия, которые тебе с удовольствием помогут в этом разобраться. И вот давай под конец наш классический сегодня блиц. Да, для тебя такой блиц. Напоследок, пожалуйста, три самых важных чекапа, три самых таких вот ходовых анализа, которые сто процентов подойдут. Каждый человек должен знать свои показатели в этом. Человек. Да. Три. Три. Гликированный гемоглобин. Раз. А сейчас я хитрю. Общий анализ крови. Сликоцитарные формулы и сои. Ну да, нет, нормально. Посчитаем за два. Хорошо. Прискуранте-то одна строчка. Одна строчка, да-да-да. Вот. А если мы про одну, то тогда биохимия с ферритином про строчку. Но если мы по-честному идем в анализы, то для женщин ферритин, конечно, несомненно. Он должен быть равен возрасту. Это минимум. Это минимум. А некоторые прогрессивные... Или весу. Или я путаю. Вообще вес плюс возраст. Последняя формула. Вот так, да? Деленый на размер обуви. Так. Ну, вообще вес... Друзья, адресологи в комментариях, поправьте нас, если... Вес, вес, вес. Вес в килограммах. Но тут при нормальном МТ, когда МТ высокий, это уже совсем про другое, про ожирение. Ну вот сейчас вот вводят новую формулу, это вес плюс возраст. Там все очень относительно. Вес бывает тоже разный, понимаете? Поэтому тут как бы... Ну, я бы сказала так, ребят. По витаминам и минералам середина референса для нас есть отправная точка. Середина референса у ферритина, это 10-150, 80-70. Вот и все. Это будет оптимум, средненький. А там уже смотрим на себя. Ну что ж, очень интересная получилась у нас беседа. Очень много... Как всегда, час пролетел незаметно. Да, очень много интересных открытий, инсайтов. Ну что ж, Лен, тебе большое спасибо. Я думаю, что нам в комментариях обязательно напишут, что бы мы еще с тобой должны обсудить в будущем. Да, я думаю, наверняка таких вопросов и тем наберется немало. С тобой, как всегда, приятно общаться. Ну и, друзья, спасибо.